От разных поставщиков, которых вы у себя на ваших предприятиях используете, их оборудование, программное обеспечение и так далее, и тому подобное. Продолжение вопроса. Сколько этих авторизованных курсов и сколько нужно времени человеку одному, для того, чтобы все эти авторизованные курсы пройти и составить систему, о которой вы говорите? А за это время софт меняется. Марин, вот я почему говорю, что это не проблема системы образования, это проблема нашей системы познания мира и способа реализации тех задач, которыми системный подход у нас разорвился на специализации, и специализации углубляются, разведаются дальше, и уже нет тех людей, которые в принципе способны склеить это в какую-то систему. Просто нет у тех людей, нет, куда возникнуть. Если можно, вот коллега еще не высказывался. Есть еще такой момент, небольшой, да? Есть, допустим, человек, который практик, карипей, ну там, достаточно, грубо говоря, засунулся в поезд, и он хочет получить артификацию. Его деньги. Все 6 авторизованных курсов там или 7. Деньги заплатить обязательно. А почему нельзя? Нельзя. А некому будет оценить. А почему нельзя? Приходите 50 долларов и сдавайте экзамен. Ну, скажем так, из правильных вендоров, из правильных вендоров, большинство так делает. Давайте я на секунду. воспользуюсь своим правом и дам слово Лёше. Вот наверняка в зале у Лёши авторизованных сертификатов больше, чем у любого. Мало того, плохого об авторизованном обучении он тоже знает больше вас всех. Вот Лёша хотел что-то сказать, Лёша? Ну, это два слова буквально. Так, по поводу экзаменов и по поводу авторизированного обучения. Разные вендоры делают по-разному. То есть, допустим, ВМВ. Там четкое ограничение. Они просто зашибают деньги. Они говорят, вы не можете сдать наш экзамен до тех пор, пока вы не пройдете курс. С точки зрения экзаменов Майкрософта, ЦИСКи, цены разные. То есть, экзамен стоит, допустим, у Майкрософта 50 долларов, у ЦИСКи 150 долларов, 250 долларов, в зависимости от того, какой экзамен. Но привязки между экзаменами и между прохождением тренингов нет. То есть, я за свою жизнь, у меня сейчас порядка 30 сертификаций, которые там состоят из, каждая из них, допустим, по ЦИСКи, CCNP, допустим, 4 экзамена надо было сдать. Это 4 пятидневных курса. Это одна сертификация. Сейчас их у меня порядка 30. Вот, я коллекционирую. И факт в том, что я не прошел ни одного авторизированного тренинга. Я как раз шел от того, что я могу читать книги, там, ЦИСКО пресс издает и так далее. Кроме того, я делаю какие-то проекты. Я считаю, что вообще тренер не консультант. Это не тренер. Это как раз к тому, что практик порвет тренера. Потому что, действительно, если ты знаешь все только как по бумажке, четко по бумажке, оно никогда не работает. Соответственно. И то, что как оно работает, часто не написано в бумажке. Поэтому суть обучения заключается в том, что тренер переносит свои личные знания и свои наработки людям. И за это, собственно говоря, и платятся деньги. Потому что все остальное можно найти в интернете и почитать. Поэтому, если человек, который просто хочет получить сертификат, и он все прекрасно знает, он просто может заплатить N раз по 50 долларов и это все сдать. Допустим, 31 марта прошлого года я номинировался на MVP по безопасности. Для этого я хотел бы сдать линейку экзаменов по Microsoft. Просто чтобы MVP – это award, так называемый, то есть это не сертификация, она не дается за какие-то конкретные экзамены, она дается просто за действия в комьюнити Microsoft. Я ничего не буду говорить по этому поводу, по этому поводу вообще плохого про Microsoft сегодня, по крайней мере. И про их курсы тоже ничего не буду говорить. Да, до ужина. Потом все расскажу, кто захочет лично. Но факт в том, что знаниями я уже обладал. То есть я в BMS-консалтинге работал, я задействовался в N-проектах. И мне нужно было, я себе план поставил, нужно было за два дня подогнать материал. Я, естественно, до этого читал книги, то есть нарабатывал себе, не то чтобы нарабатывал, опыт у меня уже был, я просто повторял материал, чтобы его структурировать и сдать экзамен. И в итоге 31 марта прошлого года сдал 11 экзаменов в день. Поэтому да, пожалуйста. Идешь в учебный. Я пришел в учебный центр, пришел в центр тестирования, прометрик, сел в 9, встал в 11. И все. Я обещал не продавать услуги нашего учебного центра. Ну вот Леша – это тренер нашего учебного центра. Вот если вы не хотите четырехуровневого обучения по 800 долларов, можно я хотел бы привязаться к слову профессиональный и непрофессиональный. Вот у меня как-то очень так легло это слово тяжело. В одном из слоганов компании дистрибьюторов я прочитал два слова. Профессионал дистрибьютор. А дистрибьюторы любители бывают? Нет. Это мы таких видим. Но если мы называем себя, допустим, учебным центром, если мы называем себя тренером, если мы называем себя специалистом, то это подразумевает то, что мы зарабатываем этим деньги, и мы не можем быть профессиональными или непрофессиональными. Мы можем быть специалистом или нет. Вот поэтому как критерий... Вы в терминологии немножко не балуетесь, как вы сейчас говорите. Дело в том, что вы говорите как тренер или как преподаватель. И третье, тренер по конкретному программному продукту или преподаватель, который осуществляет образовательную студию. А чем тренер отличается от преподавателя? У меня есть ответ на этот вопрос. Нет, я хочу выслушать вашу версию. А я объясняю, как вы делаете. С первым словом, который я произнес, я буду на школе. Потому что я еще не хочу сказать, что за образовательные условия нельзя брать и не дать еще никакие. Когда мне речь идет друг о получении программному продукту. Не надо меня наловить. Я четко помню, что я говорю. Когда мы говорим об авторских и характеризированных курсах, когда мы говорим про конкретного программного продукта. Они, это мое глубокое убеждение, они должны осуществляться для того, чтобы вы начините свой программный продукт и пользу. Они должны продаваться, как это было сказано, хотя бы самовес, на 10, 20, 40 часов. Леша, два слова уже было. Если вы хотите за 20 часов, сомнируете эти самые накрытики на стену, нет проблем. Пожалуйста. Все, ну это уже такое, это уже хобби называется. Это уже не работа, как скажем. Речи будут о людях, которые должны будут работать с этим программным продуктом. Вот о чем идет речь. Поэтому возвращайся. Тренер. Тренер может быть и непрофессионалом, и любителем. Мы же знаем, да, эти тренера, они такие. Это тренер, любитель, и не пропит. Преподаватель, обосновляющий образовательный услуг, должен быть только профессионалом, которым учили, как это делать. Никого из нас сейчас на такая остановка никто не поставит на тех, кто пока не научит с днем работать. Никто не поставит в вице-резидентном банка на тех, кто пока не будет научиться. Почему мы считаем о том, что образователь на услуге может другой из нас выйти и рассказывать, как это делать. Учить других. Вот это мы не можем. То есть, а чем тренер отличается от преподавателя? То есть, преподаватель это профессионал, а тренер это может быть профессионал и непрофессионал. Я правильно вас понял? Окей. У меня есть свой ответ на этот вопрос. Я еще и говорила, что я могу вам поговорить. Если тренер, он что существует? Продвиньте дальше, что он тренний друг дед. Правильно? Поэтому он не называется тренер. Он не образовывает. А не образовывает. А кто тогда образовывает? Ну, давайте тогда еще в зале ответы на вопрос. Тренер от преподавателя отличается тем, что? Хорошо. Еще. Еще. То есть, как бы, тренер является более практичным, чем преподаватель. Еще. Еще. Тренер более задача определенные навыки он вытреннирован. Еще. Преподаватель дает более широкую вытреннированную систему. Если мы говорим, что тренер это делает, значит, это не просто. Если кто-то помнит, как мы учились в вузах, то там был как бы вектор, и был вектор. Совершенно верно это были. Как правило, разные люди. И одни занимались тем, что рассказывали систему, рассказывали, а вторые его учили этой системой пользы. Вот разница в вузах. Еще. Я просто хочу закончить. Про тренера задержало, обидно. Да. То есть вот на мой взгляд, чем отличается тренер от преподавателя, на мой взгляд, преподаватель это тот, кто отвечает за туда, то есть он сеет. Вот взошло оно, не взошло, ну, как получилось. То есть вот учились люди, хотели, взошло, выросли вот в Советском Союзе. Вот выросли люди. Почему? Они хотели учиться. То есть, наверное, у них были хорошие преподаватели, но он сеет. Вот. Взошло хорошо. Вот выросло вот такое. Взошло такое, ну, такое. Не хотел, не хотел. Нельзя заставить человека учиться. Он если хочет, он будет это впитывать. Не хочет, нет. Тренер, тренер отвечает за конечный результат. Почему? Ну, тренер, он просит каких-то денег, ну, зачастую, по крайней мере, в нашем учебном центре, намного больше, чем преподаватель. Соответственно, те люди, которые несут ему деньги, они, в принципе, психически нормальные, и спонсоров, которые хотят вообще осчастливить мир, не так много. То есть, у всех тех, кто выбирает себе способ обучения, в данном случае, выбирает себе тренера, как там, в рамках одного из видов обучений, у него есть выбор. У него есть много разных курсов. Он может выбрать себе любой. Он может голосовать за тренера или против рублем. Если тренер никому не нужен, раз, то есть, его курс никому не нужен, если тренер плохо, это дает и нет результатов, если тренер не дает результат, он просто умирает с голоду. Чуть позже, но гарантированно. Соответственно, вот сама система построения, вот слово коммерчески использовалось с одной точки зрения. Я бы хотел использовать вот ту же терминологию, но немножко с другой точки зрения. Оценка профессионализма обучения, в данном случае, работодателям или тем, кто заказывает это обучение, она в данном случае на коммерческой основе является единственной объективной. Почему? Я, как потребитель услуги, я сам выбираю, что мне купить? Сертификат? Без сертификата. Авторизованная? Авторская? Один день? Пять дней? Вот я хочу так. И я плачу деньги тому, кто реализует это. Один раз и учебный центр, и тренер, и кто угодно, может получить себе клиента случайно. Ну, хорошо продал продавец, пам-пам-пам-пам. Поверьте мне, ни на одного тренера, ни на один курс, второй раз работодатель при отрицательных отзывах не пошлет ни одного сотрудника. Даже бесплатно. Почему? Времени жалко. Соответственно, если к тренеру или в учебный центр, или на курс, неважно, что-то люди ценят, и они ходят, вот я вижу в этом некий критерий нужности этого и критерий качества этого. Если есть другие критерии, я охотно готов выслушать аудиоту. спасибо. Мы не говорим о программных продуктах. То есть вот уже час, как несколько человек пытаются сказать, что мы не говорим сейчас о программах. не поговорили. Вот. Вот. Вот я как раз на инфекторы начинал. Кстати, по ходу программных продуктов. Далее помните все программных продуктах. Так. Ну, как тебе нашли? Сейчас я еще подписываю. Мы уже 20 минут переправили. Регланд. Там чай-корки уже стоят. Движняк? А это... Ну, сейчас чего у нас прошло? Может, это будет? Да, мы уже... Да, сейчас еще дискуссия. Мотив. Какие способы? Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дискуссия Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...